Здание Дома Печати принадлежит государству, а не частным лицам, вопреки сообщениям в прессе. Такой ответ на запрос мы получили от агентства публичной собственности. В письме от учреждения говорится, что ни одно из помещений не приватизировано, а сам объект передан для администрирования Главному управлению по обслуживанию зданий правительства. В пятницу президент Игорь Дадон затронул эту тему во время встречи с журналистами в госрезиденции. Дом Печати и правительственная столовая возвращены в собственность государства. Бывший собственник сам добровольно согласился вернуть эти государственные активы, которые приобрел, так сказать, за мелочь. Полгода назад журналисты Израиля из Молдова сообщили, что бывшая столовая государственной канцелярии была отчуждена из государственной собственности всего за 9 миллионов леев, а 2000 квадратных метров Дома Печати приватизировали в начале 2019-го за 16 миллионов леев. То есть по цене куда ниже рыночной. Покупателями значились три только что созданные компании без доходов. Тогда же появились публикации о том, что за транзакциями стоит семья Павла Филиппа. Он категорически отверг обвинения и обвинил политических оппонентов в распространении лжи. На этой неделе НЦБК обратился к прокуратуре по борьбе с коррупцией с просьбой прекратить уголовное преследование по делу о приватизации Дома Печати. Исполняющий обязанности главы прокуратуры Сергей Говажук подтвердил информацию о поступившем запросе. Предоставить подробности он отказался, сославшись на то, что следственные действия не завершены.